Всем привет! Сегодня поговорим о стойке для дрели RedWerk. Но эта стойка RedWerk не только для дрели RedWerk. Это стойка для любой дрели, посадочный диаметр шейки, у которой 43 миллиметра. Ну а теперь, что она из себя представляет. Это основа, в которую крепится непосредственно сама стойка. А на стойку закрепляем рукоятку, которой мы будем опускать дрель. Приступаем к сборке. При помощи ключа зафиксируем саму стойку в опоре. Далее устанавливаем два винта для того, чтобы регулировать положение ограничителя глубины сверления. Далее крепим зажим, которым мы непосредственно будем фиксировать дрель в посадочном месте. И на последнем этапе устанавливаем рычаг. Наживляем их и затем протягиваем ключом. Между шляпкой болтов и основанием имеются втулки, которые не дают зафиксировать рычаг и оставляют его подвижным. Хочу напомнить, что шестигранный ключ в комплекте необходим для того, чтобы изменять высоту корпуса, в котором закреплена стойка относительно опоры. Это необходимо делать в зависимости от высоты заготовки, которую мы будем сверлить. Стойка собрана и для работы на ней мы устанавливаем в нее дрель. А для этого от дрели необходимо открутить дополнительную рукоятку. Мы установили дрель в стойку и затянули ее при помощи крепежа. Теперь можно приступать к работе. На корпусе стойки имеется шкала, которая показывает глубину сверления. И ноль этой шкалы отмечен относительно вот этого стопорного кольца. То есть, насколько мы будем поднимать это стопорное кольцо вдоль шкалы, такая и будет глубина сверления. То есть, например, ставим на 30 миллиметров, фиксируем винтами и получаем при погружении глубину сверления 30 миллиметров. Ну и, как вы понимаете, это стойка не прецизионной точности, она для бытового использования. И поэтому, возможно, погрешность в глубине сверления 1-2 миллиметра. Для более надежной и точной работы лучше закрепить стойку к верстаку при помощи болтов. И для этого здесь есть два отверстия. Но мы, к сожалению, это сделать не можем, поэтому фиксируем стойку к верстаку при помощи струбцина. Стойка закреплена, пробуем сверлить отверстие в брусе. Также обратите внимание, что в зависимости от материала, который вы хотите обрабатывать, необходимо подбирать сверло именно по этому материалу. А также в зависимости от диаметра сверла необходимо подбирать оптимальные обороты. То есть, например, сверла малого диаметра по металлу требуют больших оборотов, а сверла большого диаметра по металлу требует меньших оборотов и желательно охлаждение. Мы с легкостью проверили работу стойки и дрели на деревянной заготовке, а теперь попробуем сверлить металлический профиль. Итак, вы убедились, что на стойке можно сверлить не только деревянный брусок, но и металлический профиль. И плюс ко всему на стойку можно установить специальные тиски, а для этого в ее платформе предусмотрены специальные прорези. При работе с тисками вам не придется держать заготовку руками, и поэтому точность сверления увеличится. Надеюсь, наши инструкции по сборке и обзор стойки был полезен и интересен. А я на этом с вами прощаюсь. Приятной работы с удобными приспособлениями для инструмента Redberg.